Наполеон из лаваша получается вкусный, нежный и мягкий. Приготовить такой ленивый Наполеон проще, но вкус его практически не отличается от классического Наполеона. А все потому, что используется такой же заварной крем, как в классическом рецепте. Но в этом Наполеоне из лаваша в три раза меньше калорий. Его можно делать не только на праздники, а просто к чаю и есть с удовольствием, не боясь навредить фигуре. Смотрите, какой аппетитный и красивый Наполеон получается. Лаваш хорошо пропитан кремом. Этот торт очень вкусный. Для приготовления понадобится 2 лаваша, молоко, желтки, сахар, сливочное масло, мука. Все пропорции скажу далее в приготовлении крема. И очень рекомендую использовать дополнительно сухое молоко. Оно придает крему насыщенный вкус. Вот такой у меня тонкий и большой лист лаваша. По весу приблизительно 200 граммов, может чуть больше. Складываю его пополам, а затем еще несколько раз пополам. И формирую таким образом будущий размер коржей торта. Делаю коржи под размер тарелки, на котором буду подавать Наполеон. Вот такой прямоугольник получился. И со вторым лавашом поступаю таким же способом. Теперь разрезаю лаваш ножницами по получившимся сгибам. Режу аккуратно, чтобы не проткнуть и не повредить будущие коржи. Вот так. Коржей будет много, но нарезаются они быстро. Главное изначально качественно сложить лаваш. Вот такие коржи из лаваша у меня получились. Не беспокойтесь, если некоторые кусочки будут неправильной формы. Например, со скошенными краями, либо меньшего размера. Не отбрасывайте их сразу в сторону. В рецепте используется весь лаваш без остатка. А так сказать, не ликвид. Те кусочки, которые не подойдут для коржей, будут использоваться для обсыпки торта. Так, теперь необходимо подсушить лаваш и придать ему красивый аппетитный золотистый цвет. Выкладываю плотненько листы лаваша на решетку. Вот так. Скажу сразу, внахлёст не кладите, иначе лаваш равномерно не подрумянится. Будут коржи пятнистые и некрасивые. Отправляю листы лаваша в духовку при 180 градусах на 5-7 минут. Следите, чтобы лаваш не подгорел. Запекаем до легкой румяности. Затем эту партию вынимаем, следующую загружаем. И таким образом запекаем весь лаваш. Вот столько коржей получилось. Готовлю заварной крем. В небольшую кастрюльку вливаю 5 желтков. А из белков потом можно будет приготовить меренгу, либо сделать блины на белках. 4 столовые ложки сухого молока. Этот компонент не обязательный, но с ним вкуснее. 50 грамм муки. 4 столовые ложки сахара. 50 грамм размягченного сливочного масла. И ванилин. Взбиваю массу венчиком и постепенно вливаю 1 литр молока. Взбиваю, чтобы не было комочков. Ставлю крем на плиту и варю, постоянно помешивая. Как только крем начнет густеть, он начнет комкаться. Вы сразу увидите, появятся комочки. На этом этапе лучше взять венчик и активнее мешать крем, чтобы он получился гладкий и однородный. Варю крем до первых пузырьков, то есть довожу до кипения, а затем охлаждаю. Собираю торт. На корж выкладываю по ложке полторы крема. Вначале тщательно промазываю края коржа, а затем серединку. Вот так. Крем не жалейте, так лаваш хорошо пропитается, наполеон получится мягкий и вкусный. Крема хватит на все коржи, поэтому не переживайте. Затем кладу следующий корж. Слегка приминаю торт и вновь смазываю кремом. Повторяю процесс со всеми коржами. Вот так. 2-4 коржа оставляю для обсыпки торта. Торт собран. Теперь ложкой слегка придавливаю торт сверху, чтобы коржи плотнее сцепились друг с другом. Далее ложкой разравниваю крем с торцов. На краях коржей крема много, распределяю его равномерно. Вот так. Вот такой красивый торт получился. Осталось задекорировать его. Измельчаю коржи из лаваша в блендере. Можно поломать их вручную и посыпаю торт. Вот так. Наполеон из лаваша готов. Обязательно даю ему настояться не менее 8 часов. Так торт хорошо пропитается кремом, станет мягкий и очень вкусный. Потом подаю к столу. Приятного аппетита! Торт получается очень вкусный. Уверена, вам он понравится. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада!